Раз, два, три. Чпок! Погнали! Добрый день! Мы сегодня приехали на объект, на который я уже давно хотел вас привезти. На сегодняшний день в нашей стране усиленно развиваются новые технологии деревянных домов. Одна из них, были построены два завода, называется перекрестная клееная панель, или CLT. Они говорят, что это как бы новая технология, и только что ее завезли. Но в 2008 году моя компания поехала в Австрию, купила комплект дома по этой технологии. Мы этот комплект построили, он сейчас вот там за нами. Он простоял почти семь лет без отопления, отштукатуренный внутри. Потом мы его доделали, продали, и сейчас в этом доме уже живут порядка пяти лет наши друзья, которые нас пригласили в гости. Мы посмотрим, как он выглядит изнутри, мы поговорим о достоинствах и, главное, о недостатках данной технологии, потому что нигде и никто вам не расскажет опыт эксплуатации домов по этой технологии. Пойдем проситься в гости! О, Сергей! Сереж, пустишь? Да, это Сергей! Это первый и единственный житель в нашей стране в домах по технологии CLT. Могу рассказать, почему именно такой дом, почему такая архитектура. Потому что данная технология позволяет делать вещи, которые невозможно сделать, например, в технологиях деревянного домостроения, что делаем мы, кленом брусе. Мы пройдемся снаружи, посмотрим, здесь спальня, например, второго этажа, она консольно висит над домом. Этого нельзя сделать, у нас провиснет. Это, например, лестница, вот тоже пройдем там, угол лестницы, висит консольно. Еще основное достоинство этой технологии, она безусадочная. Так как идет крест-накрест слои древесины, усадки не дает. Мы сделали стены толще, обычно в Европе делали 100. Здесь 183 миллиметра толщина стены. То есть есть коридор, вот мы входили через него. Есть такая небольшая развязка, зал, студия сделана, не знаю, по-моему, метров, наверное, 50 квадратных. Мы разделили зону телевизора и зону столовой. Ну, столовая зона побольше, по той причине, что обычно семья вся находится здесь. И на втором этаже есть три спальни. Есть туалет. Туалета два. Вот он такой небольшой, ванная. Есть кабинет, здесь был у нас, но сейчас здесь у Сергея детская комната. Здесь играют его внуки-дети. Вот я о чем говорил. Видите, вот эта часть панели, она просто консоль. Обычно мы здесь ставим стол, а здесь делать не надо, все достаточно жестко. Это не каркас. Все это массив. И гипсокартон наклеен непосредственно на стену. Вот, кстати, такой милый холл. Такой европейский дом получился. Здесь зона хозяйская. Вот хозяйская спальня. И здесь есть две детских комнаты. Это вот здесь внуки. Детская комната. Миленькая. Для небольшого домика, для постоянного проживания все это есть. Потому что, понимаете, деревянные дома аскетичные. А в этом доме можно применить любые виды отделки. Основное его преимущество. Хотите покрасить, крастьте. Хотите обои, будут обои. Хотите дерево, дерево. Хотите паркет приклейте на стены. Стены идеально ровные. Все коммуникации разведены внутри. Здесь еще одна комната. Здесь, кстати, применили натяжной потолок. Я думаю, что это такой... Кстати, если бы было какие-то движения дома, то потолок бы дал морщину. А здесь он идеально ровный. Очень хочется чаю. Тем более, там внизу его приготовили. Присядем и начнем наш честный и откровенный разговор. Пойдем. Я, естественно, загорелся именно в дом, чтобы был деревянный. Из-за того, что когда-то, поведя в твой дом, который еще не был даже построен, без окон, без дверей, заходишь в клеенный брус, деревянный дом, в жару 30 градусов, а в доме и дышится, и свежо, не жарко. То есть у меня вот это впечатление настолько было сильное, что для себя я тоже понял, что дом будет деревянный. Это же, как ты мне потом тоже рассказывал, это клееные деревянные панели, по сути, композитный материал, который к дереву добавился только клей. И вот эта толщина в 5 слоев... Там этого клея микроны, поэтому нет. Ну, просто технология она такая, да, если я не ошибаюсь? Она абсолютно схожа с технологией клееного бруса, только здесь нет стыков, не продувается. На самом деле у многих людей есть некий критерий «хочу дерево, но не хочу посылочного ящика». Ощущение, что вокруг какие-то линии, много дерева. Вот этого ощущения, что ты живешь в доме совсем деревянном. Многие люди этого не хотят. Они хотят получить комфорт дерева, но при этом интерьер современного дома. Более близкого для всех. Вот эта технология, она позволяет это сделать. Ну так, жалеешь, не жалеешь, расскажи, как у тебя там с отоплением, сколько денег тратится на электричество, какие были проблемы. Вот все, что накипело, есть возможность тебе высказать. А я пока поем тут вкусный конфет. Значит, 17-й год, это да, это уже 5 лет я в этом доме как бы живу. То есть, закончив ремонт, практически мы сразу начали здесь жить. На сегодняшний момент никаких дополнительных ремонтов за эти 5 лет я не делал. И вот действительно, сколько вот... То есть, то, что мы видим, то, что видим, это было то, что было. 5 лет. Без изменений. По обслуживанию он... То есть, у меня и газ, газовое отопление, три контура, теплый пол, батареи, и горячее. Ну, сколько тратишь за отопление? Ну, были холодные, было вот 27 градусов. Самое холодное, вот зимой газ, сейчас у меня в месяц получилось, там, 4,905 тысяч в месяц. Очень... Дом где-то метров 250, по-моему, да? 240, но это с верандами, а так он 210. Ну, типа тепловой 210. Внутри, да, где-то 205, 210. Ну, электричество вопрос такой, то есть, сколько нагорело, столько и заплатило. Да, ну, электричество в среднем... Тепло, холодное. Полторы... Вопрос теплопроводности, держит тепло, не держит тепло. Для меня, как бы, очень комфортно. Летом, на удивление, как бы, я все практически газовое отопление отключаю, и комфортно. Что касается коммуникации, единственное, жена говорит, что летом, когда у нас были жаркие дни, не хватает кондиционера. В спальнях я все-таки на втором этаже. На первом этого вообще нет необходимости, здесь хорошо и проветривается, и не жарко. Кстати, могу тебе сказать, что австрийцы, когда этот дом нам продавали, у нас есть документ, который говорит о том, где же помимо толщины стены есть еще утеплитель снаружи. Утеплитель сделан на основе софтборд. То есть это не минеральная вата, а такой, почему-то его не делают сейчас. Это лучший утеплитель, я считаю, из натуральных материалов. Мало того, он очень сильный звукоизолятор. Идеально считается, идеальная теплопроводность, когда в Европе дают зеленую штучку такую, это 0,2. Здесь теплопроводность, это лямбда, так называемая, здесь 0,23. Уверяю вас, все дома, которые здесь стоят вокруг, вот в этом поселке, в лучшем случае 0,4. Это европейский сертификат, который дали на это здание. Если бы мы с вами были в Европе, мы бы получили зеленый листочек, это экология и теплопроводность, и ты бы, Сергей, платил коммунальные услуги в половину меньше. По звукоизоляции, давай спросим Сергея, Сереж, что ты у нас? Да, я вот об этом тоже пока не сказал. Звукоизоляция очень хорошая от внешних звуков, но когда я сидеть компанией внизу, конечно, я наверху слышу. То есть физику никто не отменял. Дверь здесь поставить? Внутри, если бы я поставил дверь, условно отгородил первый этаж, была бы идеальна. Стандартная тоже ситуация с окнами. Здесь они поставлены абсолютно идеально. У меня единственное уже из практики замечание. Не знаю, почему между двумя стеклопакетами попадает испарение. Мы сейчас сменили поставщика. Это из Беларуси были окна. И почему-то какая-то крайняя партия, которую мы у них брали, у всех появляется испарина. Испарина. Я думаю, что они на чем-то экономят и что-то там не то сделали. Плюс еще всем говорю, не ставьте в домах окна, покрашенные лаком. 5-10 лет этот лак облезет от ультрафиолета. Вот если пройти по дому, здесь, где теневая сторона, там нормально, а вот солнечная сторона вся облезла. Делайте окна крашеные. И тогда они будут стоять без проблем. Ну, все спрашивают, одни ли вы живете в этом доме. Ну, потому что большая проблема каркасного дома, каркасного дома, это дом для мышей. То есть все строят стену, там есть утеплитель, потом если снимаешь, а там, знаете, такой небоскреб из мышиных семей. И все эти сказки о том, что в стекловатии не живут, тут все бред. Мышей в доме не видел за столько лет ни одного. Это кот, наверное, вот он тут, наверное, виноват. Нет, да. Наша Синди, конечно, бы, может быть, и ловила, но нет такого. Она бы тебе приносила просто. Насчет комаров тоже как бы я очень чувствительный комарам всегда. Если есть комар, он меня найдет. Но летом, если только при открытых окнах кто-то залетит, один-два за все лето – это максимум. А как вот с пароудалением? Ну, как с пароудалением? Как в любом деревянном доме. Здесь все материалы паропроницаемые. Есть устройства, недорого стоят. Отверстие в стене сделал, поставил где-то порядка 600 кубов. На средний дом необходимо, чтобы все системы работали нормально. Здесь этого нет. Но здесь нет духоты. Первый слой здесь гипсокартона – это с помойки собранные куски, приклеенные на ПВА и прикрученные шурупами. И отштукатуренные. И только второй слой уже был ровный, для того, чтобы меньше штукатурить. И могу вам сказать, что за столько лет, что он без отопления, вот здесь было холодно, мокро, сыро, ничего не случилось. Ничего. Потому что здесь есть каменные дома, которые были построены, и столько же лет из-за кризиса простояли. Пальцем тыркаешь, и труха сыпется. А влага, которая даже в дерево входит, она может выпаривать, выходить оттуда. Это основное. Из камня не выходит. Камень разрушается. Из этого выходит. Цена. Все думают, что это доступная технология. Нет. Она стоит по цене между кирпичным домостроением, монолитным домостроением и деревянным домостроением где-то посередине, ближе к кирпичному. Потому что есть внутренняя отделка. Но здесь есть достоинства. Ведь что такое время? Ни один дом из кирпича, его надо строить только летом. Это занимает там 3, а то 4 года дома строили, понимают. А здесь можно за несколько месяцев въехать в этот дом. Это тоже важно. Можно применить более простые отделочные материалы снаружи и внутри. Можно в конечном итоге применить толщину стен меньше. Просто мы взяли уже потолще, чтобы не ошибиться. Сделайте стену 100 миллиметров, наклейте блокхаус и будет вам как клееный брус. Только он не усаживается, он не продувается, его не ведет. Тем более есть жилые дома. Мы были в Лондоне. Это там, по-моему, то ли 12, не помню, там сколько этажный дом. В Лондоне стоит, люди живут и все у них в порядке. Я могу честно сказать, сколько этот дом обошелся, по той причине, что это не мой коммерческий проект. То есть я не строю такие дома. Я бы хотел делать их и умею их делать, но не строю. Вот у меня есть документ. Кстати, этот документ, гриф секретности, был снят буквально в прошлом году. Вот, видите? Это сколько обошелся комплект дома, купленный в Австрии, с транспортировкой в Россию, растаможкой, транспортными расходами, без сборки. Это, опять же, это говорю для отечественных производителей. То есть мы купили в компании КЛХ, он нам здесь, на месте, обошелся 78 759 евро, из которых 14 850 составили транспортные расходы. А чисто дерево, плюс его нарезка, это нарезали по нашему проекту, сделали под электрику все каналы. Получилось, ну отнимайте, 78 минус 14. Ребята, ну скажите, почему у вас это стоит почти в два раза дороже? Вы хотите эту технологию развивать? На нашем материале это делаете? И за такие деньги? Я тут недавно звонил, мне вообще посчитали, 60 с лишним тысяч куб. Ребят, сборка, если мне память не изменяет, порядка 10 тысяч рублей куб. 100 кубов, 10 тысяч, миллион. Необходим кран. Дом собрали за три дня, было три смены. Крана, ну я не знаю, сколько смены было на тот момент, сейчас это смена, по-моему, 1025. Вы считаете, 25, 25, 25, 75 тысяч столб и кран. Монтаж, это только стены монтаж, плюс монтаж кровли с материалами, ну, сколько? Я думаю, сейчас такой дом смонтировать кровлю будет стоить, ну, допустим, миллион. Допустим, миллион. Сколько ты обошлось, пример, не помнишь? В ремонт, ремонт, отделка внутри. Ну, я думала, где-то 7-8. Вот давайте считать, мне самому интересно, на самом деле. Так, берем 78 тысяч евро, раз, два, три. Нажаем на 80, получаем 6 миллионов 200, комплект привезенный из Австрии, плюс 100 кубов, плюс 1, раз, два, три, раз, два, три. Плюс кровля, ну, пускай миллион 500, хотя и меньше, ну, пускай будет так. Плюс сколько? Ну, 7. Ну, Раз, два, три, раз, два, три. Вот, 15. Делим это на общую площадь, мы когда делим, там, ну, 210, да, делим. Вот я как говорил, 74-75 тысяч метр квадратный. Не бывает дешевых технологий. Сказку читайте, ниф-ниф, наф-наф, нуф-нуф. Но вы получаете, по цене, 75 тысяч за метр квадратный, вы получаете, качественный, красивый, долговечный, экологичный дом. И все будет хорошо. Так что я пойду косячки посмотрю, а вы тут пообщайтесь дальше. Ладно, я пошел по злачным местам. Самые большие, пока я вижу проблемы, это в санузле. Трещинки по углу. Пошли трещины по углам. Но то, что расходится, то, что расходится плинтус, это просто, когда плинтус применять из пенопласта, то вот будут по-любому трещинам. То есть, все вот эти вот карнизы надо делать из гипса. Консольные столба нет. Там есть вот небольшая трещинка, вот там я вижу. Мы посмотрим, как сформировалась это отдельная деталь была вырезана или нет. И вот на углах я тоже вижу такие небольшие трещины. Я думаю, что это все-таки из трех деталей, поэтому нужно будет продумать крепление, чтобы этого не происходило. Хотя это можно сейчас зашпаклевать, и это уже больше не будет. То есть, она встала, она такая мизерная. Вот здесь немножко есть, вижу какие-то эти такие трещинки. Но это 2008 год. Сами посчитайте, сколько этому дому лет. Мы сейчас так не делаем потолки, делаем по-другому, и это бы смотрелось здесь здорово. Но все-таки вот эта архитектура, она, наверное, должна быть без каких-то элементов дерева. Самый большой косяк, который моя вина при отделке. Потому что мне хотелось, так как этот дом был экспериментальный, хотелось два вида отделки. Вот это ЦСП, цементно-сручная плита. И мы стали ее прикручивать шурупами, которые не должны применяться для этого. Ну и потом приклеили сюда тяжелый материал, и ЦСП плита пошла, и он полопался. Надо делать по-другому. А вот верх, вверх, видите, мы потому что ЦСП просто отштукатурили. И она в абсолютно, ее никто не красил, не перекрашивал, не переделал. Вот это работает. Я что хочу сказать в завершении сегодняшнего показа вам. мы ничего не знали, как это работает, мы ничего не знали, как это строить, но результат, который я увидел, абсолютно положительный. Мы, если будем делать по этим технологиям, а я думаю, будем, то мы, учитывая все наши косяки, будем делать немножко по-другому, еще лучше. Спасибо вам огромное, что посмотрели, выслушали. Поэтому все новое это очень забытое, старое. Много лет стоит. Удачи вам всем.